Питьевая вода в Кирове небезопасна. Кировским школам дополнительно выделено 17 миллионов рублей, а на грунтовых дорогах города начался дорожный ремонт. Подробности далее наш эфир продолжает рубрика короткой строкой. Роспотребнадзор опубликовал результаты исследования качества водопроводной воды в Кировской области. Оказалось, больше 10% исследованной воды не соответствует нормам. Среди худших результаты показали Кирово-Чапецкий, Арбашский и Куменский районы. На территории города Кирова вода соответствует нормам. Кировским школам из городского бюджета выделено еще 17 миллионов рублей на подготовку к новому учебному году. При проверке обнаружилось, что в ряде школ пожарная безопасность не соответствует нормам. Напомним, в этом году школам было выделено порядка 80 миллионов рублей на подготовку учебных заведений к 1 сентября. Суммы, по всей видимости, оказалось недостаточно. В Кирове начался ремонт грунтовых дорог. На эти работы выделено около 13 миллионов рублей. Общая протяженность ремонтируемых участков – 8,5 километров. Грунтовки починят в деревнях Дуркино, Дряхловщина, микрорайонах Ленгасова, Порошина, Дороничах и Десяти садовых товариществах. Дорожники обещали закончить работы к 15 сентября. За месяц работы на единый телефон экстренных служб 112 поступило почти 3,5 тысячи обращений от граждан. Диспетчерская обрабатывает вызовы пожарной охраны, полиции и скорой помощи. Сотрудники рассказали, что небольшая часть вызовов оказалась ложной. Артему Суслову из пижанки нужна помощь. У ребенка редкий диагноз – врожденная атрезия и микротия справа. Кондуктивная тугоухость четвертой степени. Мальчик слышит только одним ухом. Для полноценной жизни ему нужна операция в США. Ее стоимость – 85 тысяч долларов. Родители Артема просят кировчан помочь собрать деньги. Реквизиты для перевода денег вы видите на экранах. Реквизиты для перевода денег вы видите на экранах.